всем привет с вами комаров виталий недавно я столкнулся с такой штукой как банки отжимают квартиры организации целые довольно таки в легкой все по закону я стал интересоваться как же все дело происходит оказывается довольно таки просто скажем так вот человек какой-то там человек или организации не имеет значения я расскажу все это примерно потому что я сам то в этом не особо вам нужен кредит дам вот такой вот человечек вам нужны бабло мы идем в банк в определенной которая вам дает деньги какая у него там репутации неизвестно вы берете на определенный срок этот кредит то есть здесь вы его должны начать выплачивать здесь закончить правильно кто берет на 10 лет кто берет на полгода кто берет на месяц и так далее не имеет значения приходит такое время и вот этому банку вы где-то здесь вот начали платить до закончили начали только по выплачивать еще и этому банку приходит мандит то есть хозяин куда-то за границу или что там лицензию не отобрали не имеет значения по какой причине но все это произошло короче этому банку мандец если вы понимаете что это такое происходит вы начинаете икру метать правильно то есть долг то есть его выплачивать то надо если ты его не будешь выплачивать значит будут расти проценты а банка нет что происходит некий банк как который побольше на помощнее он забирает этот долг у этого банка забирает он его там но бумажных носителях на дисках не имеет значения но это долг перешел сюда с этого момента вы его собственность этого банка в прямом смысле это эти носители в этом банке могут лежать сколько угодно могут лежать год могут лежать 2 3 и так далее и так далее за все это как ликвидировался этот банк и вот с этой с этого момента и вот до этого начисляются проценты все идет совершенно законно почему это законно потому что банк как считает если ты у него взял кредит это его еще не отдаешь значит ты еще до сих пор пользуешься деньгами банка поэтому остается то что ты ему должен но если вы даже и узнаете что вот этот банк взял его взял вот этот долг то обращаясь в него вы не смогу впал большая вероятность того что вы даже не не сможете узнать что уже долг здесь почему потому что они вот эти вот носители складывают у себя и они у них там лежат сам банк только узнает то что вы ему должны только тогда когда вы их раскроете все остальное это совершенно бесполезно так что у нас здесь и пока это вся хрень все эти носители лежат в этом банке идут проценты проходит какое-то время там год два три может быть месяц ваш долг объявляется от она родной на него уже начислены проценты а вот дальше самое интересное идет это долг они естественно предъявляет вам уже с этими начисленным процентами но здесь банк уже смотрит на само имущество на вас и если окажется что либо предприятие либо какая-то квартирка у вас да если это будет интересно банку он вам никогда не пойдет на уступки то есть например у вас вы взяли 1 миллион правильно а здесь он превратился например у 20 миллионов уже здесь 20 миллионов то есть вы говорите вы чё совсем охренели да откуда такая сумма я не мог платить я не дал куда банк если он не заинтересован в вашем имуществе он вам пойдет на уступки он даже вот эти 20 миллионов может писать скажет отдай мне этот миллион и и делю нахрен туда куда-нибудь чтобы тебя видно не было но если предприятие хина проснулся предприятие или организация уж очень понравились банку то есть под какие-то вложения под какие-то цели может быть там как говорят заказали вы ребят списанию этого долга не дождетесь с вами даже не пойдут ни на какие контакты ничего никто с вами проблемы не будут решать вас что у вас все есть это дом я не знаю там имущество предприятия я не знаю какая-то организация какая-то фирма у вас это же будут все до суха и еще могут отжать так что вы ему еще останетесь должны то есть вы лишитесь всего и останетесь должны так что имейте в виду вот такая вот у нас система банковская у нас говорят правовое правовое государство ну вот решайте это правовое государство или нет нет я конечно понимаю да банк вот на этой стадии если бы мандой накрылся да все вот с этого времени бы не начислялись проценты я согласен с этим и человеку которому я сейчас стараюсь помочь да он тоже не отказывается ну баснословные деньги платить просто-напросто не с хуя это не то что обидно это вообще не справедливо так вот отжимают сейчас вот по такой схеме отжимают детский парк в домодедово пространство детской мечты парк шикарный там три с лишним гектара человек занимался этим парком почти 20 лет и вот из-за этой схемы он сейчас его может потерять ссылочки на эти ролики будут в описании если это выложу в youtube то будет естественно в ю тубе конечная заставка яндекс эфире будет естественно в описании все так что подписывайтесь на канал будем я буду поддерживать как могу этот парк потому что мне эта система она совершенно не нравится это просто-напросто бандитство называется другими словами это нельзя назвать государство которое такое позволяет вытворять она тоже бандитство бандитское государство это полная несправедливость это человек считается ничем это предприятие считается ничем то есть вот так вот взять высосать высосать долги из пальца и просто-напросто ликвидировать и притом ладно бы этот банк он покупал бы этот кредит то есть этот долг а то вполне вероятно что этот долг ему еще достается вообще бесплатно то есть он вообще просто на голом месте из воздуха делает то что хочет то есть банк у нас банки на самые коррумпированные самые я бы сказал ненадежные любой банкир вас может отжать все что угодно все что ему хочется вот такое вот мое видео подписывайтесь на канал смотрите будем следить что будет в домодедово с парком пространство детской мечты спасибо до свидания